Все за ними встали. Итак, на самом деле, то, что я сегодня хочу рассказать... А можно... Сейчас. Вот. Итак, собственно, я сегодняшний доклад буду, наверное, подавать как продолжение того доклада, который был у меня в прошлый раз. Именно это я обещал тогда. Да. Вот. Ну, просто немного будет смещен, скажем так, акцент. Вот. Потому что в прошлый раз я говорил в принципе про контекст принятия решений, связанный с тем, как мы... Что является множеством выбора субъекта, и как формально, скажем так, несвязанная альтернатива оказывают влияние. Сегодня я хочу рассмотреть и обсудить вопрос, связанный с немножечко другим подходом, а именно с информационным контекстом принятия решений. То есть, в каком-то смысле, в том числе и с рекламным воздействием на потребителя, который принимает решения. Вот. Прошу прощения, у меня как-то в процессе нахождения здесь сел голос. Видимо, меня где-то продуло по дороге. Поэтому говорить буду не очень громко. И иногда пить водичку. Так вот. Собственно, как он был заявлен. Ревицкий выбор под воздействием рекламы. Экспериментальный эконометрический анализ. Но на самом деле, про рекламу я как раз говорить буду. И больше того, как обещал, в самом концепте, я веду результаты. Я немножечко расскажу об эксперименте, который в 17-м году ставил со своими товарищами в МГУ. Но он тоже такой, знаете, довольно-таки наивный этот эксперимент. Потому что, по большей части, он лег в основу магистровской диссертации одного товарища. Я думаю, что, если вы накидаете мне критики, я буду очень благодарен. Потому что это поможет его улучшить и сделать в следующем, ну, в этом дороже году, короче говоря, в следующих итерациях. Может быть, достаточно содержать там для того, чтобы даже подаваться в какой-то журнал. Вот. Является ли реклама частью контекста принятия решений? Я думаю, мы обсудили еще в прошлый раз. И почитываю, что абсолютно точно является. Потому что, с одной стороны, она формирует непосредственно бэкграунд, выбор. Если мы говорим про ту рекламу, которая работает накопительным образом и действует. Ну, основное, скажем так, и действие, в первую очередь, убеждение, да? Вот. С другой стороны, информативная реклама тоже, честно говоря, не только убеждающая, но информативная тоже может считаться манипуляцией контекста принятия решения. Хотя бы всего того, что на реальных рынках и в ситуации реального выбора у потребителей редко бывает возможность обладать полной информацией обо всех товарах, которые есть. И поиск информации от аварии, особенно, ну, в аварии, скажем так, с поисковыми характеристиками, или с... Даже не с поисковыми, с поисковыми, безусловно, да, а еще и с теми, которые, ну, условно, называются тест-карактеристиками, то есть с вкусовыми, которые невозможно получить иначе, кроме как используя собственный опыт. Там вкус, например, или что-то еще. Так вот, в этих случаях, разумеется, поиск информации о товаре связан с определенными издержками. И таким образом, даже информативная реклама, скажем так, избавляя потребителя от этих издержек, уже формирует ему, скажем так, какое-то априорное множество выборов, связанные с тем, что об одних товарах он знает, а о других нет. То есть, где-то он, наверное, понимает, что есть еще и другие товары, но поиск информации, связанной с ними, для него затратен, и он, так сказать, почитает, скажем так, выбирает из множества тех, о которых он слышит. Вот, ну и кроме того, поскольку всякого рода промо-акции и мерчантайзинг в последнее время отдается на лодку прикламщиков, вот, в принципе, во многих литературных источниках, которые заявлены и публикуются в журналах, посвященных экономике рекламы, по факту рассматриваются и такие вещи. Поэтому, в моем понимании, после, скажем так, длительных интересных бесед именно с адвертологами, я решил включить вот соответствующие промо-акции также в понятие рекламы, просто это отдельный канал соответствующего информационного воздействия. Вот, ну они призваны влиять на принятие решения непосредственно в самом процессе принятия решения, то есть, грубо говоря, проходит, по сути, в магазинах. Когда в магазинах какие-то рекламные акции, какие-то, скажем так, соответствующие, как бы их назвать-то, люди, которые убеждают, да, что-либо купить, в принципе, это точно так же можно считать контекстом принятия решения, просто в силу того, что прямо здесь и сейчас, в момент принятия решения, эти люди стоят над тобой и говорят, вот, бери это. Ну, условно говоря. Тут можно, скажем так, начать как раз с вопроса, связанного с различного рода промо-акциями и продвижениями. В принципе, есть несколько подходов, связанных с единичным продвижением. Это, что это в духе плакатов с надписью «Скидка» и там процентная, либо в сумме, ну, в фиксированных денежных, скажем так, выражениях, да, там альфа-процентов и лен-долларов с каждого товара. Или есть идея, связанная с multi-unit promotion, то есть, когда предлагается, ну, я назвал это автовое продвижение товара, но речь идет о том, что используется цена не на единицу товара, а на другое количество. Тут, скажем так, априори понятно, на что расчет. Расчет на то, что количество товара там будет в качестве точки отчета для наших потребителей и, соответственно, подвинет их купить сразу побольше. То есть, грубо говоря, берешь три по цене двух, у тебя сразу якорь на три, а не то же самое, что тебе дают цену одного товара, но в полтора раза меньше. Вот. Ну, в принципе, существует несколько вариантов такого multi-unit promotion даже для одной и той же схемы ценообразования. Вот. Ну, я уже пример такого, кратенький такой привел только что, то есть, туда скидки в 25% можно сообщить, как в виде предложения купи три, получи один в подарок, это одно, а совершенно другое купи четыре за шесть долларов. То есть, товар, ну, можно, грубо говоря, предлагать бесплатный, дополнительно к основному набору, а можно говорить сразу о суммах. И это, на самом деле, хотя формирует, вроде как, одну ту же точку отсчета, по факту, влияние на итоговый выбор совершенно разное. То есть, вот, ну, знаете, как раз я кратенько описал, какой здесь механизм работает. То есть, в первом случае давится основная, скажем так, идея на снижение потерь, потому что, ну, вроде как, цена снижается на соответствующую величину, да? Во втором же случае предполагается, что имеет местный прирост выигрыша в том же размере. Ну, и понятное дело, что все, кто читал канонные тверские, а здесь, я думаю, все читали канонические работы в аудитории нашей, понимают, что, поскольку у нас, скажем, при одном и том же размере специальных потерь приобретения относительно точки отсчета всегда, скажем так, предельная значимость потерь будет существеннее, чем предельная значимость приобретения. То есть, потерять больнее, чем приобрести, ну, точнее говоря, боль от потери более, скажем так, значима, нежели удовольствие от потенциального приобретения в том же объеме. И поэтому уменьшение потерь предпочтется увеличению выигрыша, да? И поэтому, соответственно, один вариант промоакции будет более эффективен, чем другой. Это вот, что касается опривольности. Ну, как бы, вот, когда ты видел исследование, по поводу того, что просто людей и спрашивали, значит, два варианта, значит, первый вариант вам дается скидка 20%, да, второй вариант вам дается дополнительно 20% в товар, бесплатно. Ну, вот это оно, да. Вот, значит, опять-таки, формально 20% скидка это больше, 20% скидка это 25% бесплатно. Но большую часть людей, то есть, там, 55% попрошенных на улице, говорили, что это все маркетологи придумали одно и то же, вот, а среди оставших 45% 30% говорили, что лучше 20% бесплатно. Вот, слово бесплатно, это такой триггер, который здесь сработает. Безусловно. Это не только 15 из 100, честно, ну, правильно говорили, что вы имеете 20%. Хотя, Левич, тут идея как раз-таки в том, что, я пару слов скажу, был похожий эксперимент, вот, в Дании, он, правда, был не лабораторный, а полевой, но тем интереснее. На каждой улице просто. Да, то есть там, по сути, экспериментаторы договорились с сетью магазинов и провели в течение полугода как раз-таки наблюдения за соответствующими персонажами. То есть там кто-то пошел в контрольную группу, кто-то в тритмент группу. Ну, они, разумеется, об этом не знали, они просто приходили. То есть, по сути, как деление было там, в одном магазине, один магазин, другая, в контрольную группу, пошел, другой совсем неподалеку, там в том же городе, но, соответственно, уже с учетом измененного воздействия, пошел в тритмент группу, ну, группу один. Потом третий магазин группу два, и так они примерно поделили, ну, там достаточно такое большое количество магазинов было, по-моему, шесть. Ну, я чуть дальше про это расскажу. Там вот эту идею проверяли не опросами, как вы думаете, а просто, скажем так, заставляли их голосовать, ну, в данном случае, бульдером. Поскольку в Италии, фу, это самое, в Нидерландах все было. И вот, а может, и в евро уже, потому что это был, так, дайте-ка я прокручу. Это у нас был 17-й год, ну, в 17-м опубликовали, проводили в 12-13-м, значит, это уже евро. Короче, еврами они голосовали. И, собственно говоря, идея была в том, что, на самом деле, объем товара, покупая вы, в зависимости от различных акций, был разным. То есть, они могут, люди могут говорить все, что угодно, но по факту голосуют, скажем так, своим кошельком так, как надо. Но вот в пользу какого варианта? В смысле дополнительного, бесплатного или так, в 10-м? В зависимости от товарных категорий по-разному. То есть, те, что подешевле, они соответствуют... Те, что подешевле, они больше, скажем так, соответствуют варианты скидки. А тем, что подороже, тем лучше заходит бесплатно. Тут некоторые, скажем так, исследователи отсылают к талеру и серебряной подкладке. Потому что человек начинает просто разделять, скажем так, в голове, ну, вообще, в принципе, действуя в соответствии с этой самой смертель-аккаунтой. Он разделяет деньги, которые уходят на посиневные товары и на более дорогие. И поэтому, соответственно, по-разному воспринимает. Вот. Ну, поэтому, скажем так, именно ценовые скидки, они, как таковые, вообще, если мы говорим про FNCG, менее эффективны. Но есть отдельные категории, где они тоже работают. Да. Ну, тут дело не в бедности, скажем так, а вот тут уже моя гипотеза, этого не было, ни в одной работе не встречал, по крайней мере. Но, мое мнение, связано не столько с бедностью, сколько вот с относительной ценностью каждой конкретной категории, к каждому конкретному человеку. Сергей, а помните, в докладе 2015 года Всемирного банка по мышлению общества, они их проводили, ну, вспомнили вот этот знаменитый эксперимент, когда посылали, ну, каниманы Тверски посылали студентов, якобы, указали за что-то купить за 15 долларов, а потом оказывали, что в полчаса езды есть такое же со скидкой в 5 процентов. И кто из них готов был поедать, то нет. И Всемирный банк потом провел такой же эксперимент на себе, на своих сотрудниках, и в трех развивающихся странах, беря людей с разным доходом. И оказалось, что сотрудники Всемирного банка действуют так же, как белые студенты хорошего вуза американского, а люди в бедных странах по-разному очень. Ну, получается, это явная была зависимость. Там, причем, нет, там были сначала богатые дедные жители в Нью-Джерси, и там богатые дети, так же, как Всемирный банк и студенты, а бедные ехали за скидкой независимо от того, ну, то есть, если 5 долларов, то значим независимо от того, это 5 долларов. Ну, я примерно помню, да, но детали, разумеется, время стерло, поэтому, если вы помните, там, как отличались, например, персонажи, соответствующие в развивающихся странах, там какие были? Там они по трем развивающимся странам смотрели, и оказалось, что в развивающихся странах, условно говоря, и для богатых, и для бедных, 5 долларов тоже значимо. Ну, вот, просто я не помню, как они делили богатых и бедных людей в развивающихся странах, по абсолютному критерию или по относительному? Ну, просто богатые для развивающихся стран, это, ну, грубо говоря, если их переместить в Ниджирск, боюсь, они бы там оказались бедными, и 5 долларов для них тоже были бы значимы. Ну, да, это, конечно, богатые относительно своих стран. Ну, да, просто потому что 5 долларов, там они точно именно 5 долларов везде ограбили? Нет, они потом перешли, ну, в Индии это были рубии, да, то есть, урок набирал. Ну, то есть, они корректировали все-таки, да, на местный уровень жизни? Да, по-моему, до 50, они смотрели даже по суммам от 1000, от 500, не от 150, а скидкой 50. Да, и как я вас признаю? Ну, опять-таки, конечно, культурных различий никто никогда не отменял, и, мне кажется, вообще это должно проходить как раз нитью через любое исследование. Вот, поэтому, что я могу сказать? Все, вообще, наверное, все равно все зависит, наверное, от, если мы говорим про эффективность соответствующих скидок, да, все равно все зависит от товарных категорий, то есть, от того, что ценнее, что важнее. Больше того, я могу предположить, что, возможно, значимость, скажем, продуктов питания в одной стране и в другой, даже при формально одинаковом процентном отношении, там, не знаю, к среднему доходу, может оказаться совершенно наход. То есть, это все, опять-таки, тоже может очень сильно размываться и варьировать в рамках различных культур. И даже в рамках различных поколений в одной стране. То есть, достаточно вспомнить, не знаю, классическую тему, не знаю, как бабушка в детстве учила, что нельзя выбрасывать хлеб, условно говоря. Хотя, казалось бы, даже, это действует даже на тех, у кого нормальный доход. Мягко говоря, он может позволить себе пить сколько угодно хлеба. Поэтому... Да, именно. То есть, я думаю, что это можно внести под общий зонтик культурных различий, правда? Собственно, хотел еще рассказать вот что. Хотел рассказать про полевой эксперимент, который в ЮАР проводился в 2003-2009 годах, посвященный, как раз-таки, подводящий к тому, что я еще сегодня хотел отсутить, а именно к различному влиянию того, какие каналы предполагаются для воздействия на потребителя. То есть, визуальный или текстовый. Мы уже немножечко этого касались, потому что, в конечном счете, это, наверное, может отраслать нас к двум общей системам обработки информации. Потому что визуал у нас идет по быстрый текст, в основном по, соответственно, медленный. Но в то же время, эффекты воздействия рекламы, скажем так, там совершенно разные, в зависимости от того, что идет на визуал, а что на отъезд. Вот. Но если мы обратимся, например, к исследованию Бертрана и коллег на южноафриканском рынке, там товар был какой? Товар был совершенно, скажем так, предполагающий, изначально рационально обработан, потому что это были банковские ссуды. Соответственно, рассылались, скажем так, к достаточно опытным потребителям по базе потребителей, ну, по базе клиентов банка одного, тех, которые уже имели опыт, скажем так, заемов из судов в этом же самом банке. Рекламные проспекты. Отличались они исключительно чем? Вообще, конструкция, видите, была примерно одинаковая. Отличались они исключительно тем, чей портрет сопровождал это. Это мог быть мужчина или женщина. И опять-таки, ЮАР, да, предполагалось, что это мог быть белый человек или темнокожий. То есть, кроме того, предлагались различные варианты ссуды, которые, по сути, опять-таки, были совершенно одинаковыми, если их посчитать, то есть в процентном отношении и прочем, но, тем не менее, все опять тоже подавалось в виде взять ссуду там под 3%, но покороче, или под 10%, точнее, под 10%, но покороче, или под 3%, но подольше, но в конечном счете, проценты и суммы были подобраны так, что с точки зрения их абсолютная величина, они все были одинаковыми. Соответственно, полностью, если так говорить, под этот эксперимент попали более 53 тысяч человек. Вот. При этом, разумеется, рассылка была достаточно, ну, они утверждают, что это была случайная рассылка, то есть они не анализировали конкретный профиль там каждого потенциального заемщика, то есть у них была возможность в ситуации, когда белому заемщику отправлялась, белому мужчине отправлялась темнокожая женщина и так далее. Вот. При этом, из этих 53 тысяч 4 в итоге согласились на заем, все остальные 49 отказались. Но в то же время отказались по разным причинам. Вот. И тут совершенно, скажем так, получились вот такие результаты. То есть менее информативные объявления, которые содержали меньше реальных сделок, не содержали вариантов использования кредитных средств, но, скажем так, были поданы как более престижные, вот, ну, они повышали спрос каждого потребителя вне зависимости от его расы и от его дохода, который у них предполагался изначально. Что наталкивало на идею о том, что, несмотря на приорную гипотезу о том, что вроде как банковское судо для достаточно большую сумму денег это продукт, обработка информации, которая должна идти по рациональному пути, в итоге оказался, скажем так, не столь рациональным, потому что визуальная часть рекламы значительно доминировала над текстово-содержателем. Так, про эксперимент, который был в 2017 году в Нидерландах, я уже начал говорить про различные варианты. Вот такие ставились конкретно там гипотезы. В принципе, я их озвучил, если мы говорим про какие-то основные идейные вещи, да? Какие там получились, собственно, результаты? Я думаю, что я презентацию всем разошлю и даже я более того, предложу эти сами статьи, потому что они у меня есть, и я в соответствующий пакет это вставлю и всем пришлю. Если переключить сразу на результаты, то там получалось как. При прочих равных объявления вида купи-икс по цене-игрек превосходили в эффективности увеличения продаж купи-икс и получи-н в подарок. То есть скидки выгоднее подарков. Вот так назовем. Но в то же время, если мы посмотрим на товарные категории, то там получались, разумеется, варианты. То есть, смотрите, предлагались... И там, и там, в принципе, товары были повседневного употребления. То есть это были ватные диски, вот он называется, капкейки, вот полотенца и держатели для этих полотенец, собственно говоря. Вот. Там, кстати говоря, видите, и даты, и количество участников качественного употребления тоже здесь есть. То есть, там в целом, если так посмотреть, получалось в первой фазе порядка двух с половиной тысячи поднимал участия потребителей, во второй — 400. Вот, соответственно, получились такие качественные результаты. Я уже говорил, почему примерно такие результаты, ну, точнее говоря, чем можно эти результаты примерно объяснить. Именно, как раз таки, связано это с тем, что сокращение потерь и плюс выигрыша на расприятии потребителя сказывается по-разному. Вот. Что касается текстовых и визуальных образов, то тоже, опять-таки, я, наверное, не то чтобы сильно опираясь на слайды, уже все, что многое успел рассказать. То есть, собственно, идея в чем? Идея как раз в том, что понятное дело, что воздействие позитивных образов, связанных с товаром, оказывает ощутимое влияние на выбор потребителя, больше того. Если мы, например, будем говорить про продукты питания, то вообще это может оказаться едва ли не самым существенным в принятии решения. И более того, я этого свой взор включать не стал, но мне известны известны как минимум две работы, где экспериментальным образом, ну, людям предлагалось выбирать между одним и тем же капкейком, но поданным просто на салфетке, на одноразовой бумажной тарелочке и на красивой фарфоровой, и, в общем, сам способ сервировки оказывал значимое влияние на то, отказывался ли человек от этого терпинка, или он его ел. Соответственно, для, как минимум, продуктов питания, и как минимум, непосредственно в местах их реализации, такое воздействие достаточно значимо. вот, ну, опять-таки, поскольку современная реклама вся в основном построена на комбинировании визуальных образов и слоганов, то тут, конечно, нужно попытаться аккуратно отделить одно от другого. Вот, ну, опять-таки, вербальное, текстовое дополнение к информации, как правило, ну, к рекламе, как правило, всегда носит такой вспомогательный характер, и основное все же воздействие идет посредством образов, которые, разумеется, должны вызвать от привителя какую-то эмоциональную реакцию, ну, или хотя бы изобразить типичного представителя аудитории данного товара, ну, что, опять-таки, тоже ведет к эмоциям, но не напрямую, а через создание чувства общности. Вот. Уже я упоминал, что корни различного воздействия кроется как раз в различных контурах обработки информации. У нас, что есть, более быстрая система, основанная на эмоциях, и это, соответственно, цель для визуальных образов. Ну, а медленная обработка, она, ну, вторая система, да, которая медленнее обработает информацию, но основана на рациональности, она, разумеется, есть объект текстовых элементов рекламы. Вот. Ну, и в принципе, если элементы информации, попадающие в эти контуры, совместны друг с другом, то тогда эффективность повышается. Если противоречит, то, соответственно, она снижается. и вот я в двух словах постараюсь, так как у нас уже немножечко, скажем так, задержались сначала, да, постараюсь недолго, но рассказать о том эксперименте, который был, и тут я хотел бы послушать, разумеется, в первую очередь, всякого рода критику, потому что, может быть, из этого получится что-то сделать в будущем, с будущими, скажем так, студентами. Вот. Изначально выбор здесь строится, строится в нашем эксперименте примерно как, ну, на основе, скажем так, парадокса АЛЭМ, но только, разумеется, вопросы, связанные с вот парадоксальностью, были убраны, нас интересовало не это совершенно, но предполагалось выбирать между двумя альтернативами. При этом, одна как бы была более рисковая, другая, скажем так, была почти детерминированная, с вероятностью 90% реализовывалась, и 10% мы отдавали на то, что в жизни, как правило, у нас, и это объясняли, что в жизни у нас, как правило, не бывает вообще никакого детерминизма, и даже когда что-то, тебе кажется, произойдет, всегда нужно оставлять маленький процент на то, что этого, что-то, этому может помешать. Собственно, можно было, альтернатива была такая, выиграть один предмет, это был памятный значок, где отбил наш логотип, с вероятностью 90%, или выиграть два предмета с вероятностью P процентов, P определялась следующим образом. Перед непосредственно самим экспериментом проводился опрос, то есть, предлагалось выбрать вероятность P, при которой две предоставленные альтернативы, для вас эквивалентны, то есть, выбор между ними для вас безразличен. И одна альтернатива была получить один значок, но гарантированно, другая альтернатива получить два, но вот это самое вероятность P. Таким образом, мы как бы пытались сбалансировать эффекты, как раз связанные, устранить эффекты связанные с тем, что наши участники могут быть либо более склонными к риску, либо менее склонными. То есть, подобрать такую вероятность, которая, в принципе, в среднем для всех давала бы одинаковый ромат ожиданий, что там, что там. Соответственно, вся двадцать человек у нас участвовала. Первый подход, мы действовали, как мы на группы разбили чуть позже, а первый подход у них был у всех общий. То есть, они должны были выбрать как раз-таки между тем, чтобы получить один предмет почти, наверное, ну, почти наверняка, да, и выиграть два предмета с вероятностью вот этой вот средней 55%. На втором подходе мы заодно решили проверить еще эффект приманки, добавив туда ненужную альтернативу и посмотреть, а что для этих ребят вообще более значимо окажется. То есть, или для них значима реклама тем или иным способом, или все же, скажем так, приманка, которая, если говорить про конкретные, скажем, методы продвижения, это скорее больше реклама против мерчендайзов, объявление против того, как товары выставлены на полке. Но это уже не те люди, которые там будут сгенерированы среди. Те же самые. Абсолютно те же самые. Ну, это был один и тот же курс. То есть, мы их опросили в один день, а сам эксперимент провели чуть позже, через неделю. Мне кажется, это достаточный срок, чтобы они успели про это забыть. Нет, это и есть значок. Это значок с логотипом нашей школы. То есть, это одинаково, что в тронке одни и те же являются. То есть, в его самом предмет идет все равно значок. А, ошибка в моих слайдах. На самом деле, речь идет про один и тот предмет. Вот, после того, как они получили одинаковое воздействие, связанное с тем, что мы добавили предмет-приманку, вот после этого мы их уже разделили на две группы случайным образом. В одной группе у нас показывали в слайдовом режиме цветные фотографии экстремальных видов спорта, что по нашему замыслу предполагалось стимулировать их к более рисковому поведению. В другой группе наоборот показывались скажем так, антирисковые фотографии. Назовем это так. Картинки были примерно такие. Я даже нашел нашу базу картинок. В принципе, в каждом показывалась случайным образом одна из этих картинок, но в целом они были в общем примерно на одно и то же нацелены. Это то, что предполагалось стимулировать кризиску, это то, что предполагалось их напугать. А в кубе это вот целый? Да. А предыдущие все тестируют. А кто тестирует, еще и неплохо, они пугают, они пугают, они пугают. Настраивают мезвие, а те правда пугают. Вот, скажем так, кто боится высоты, вот там последний день человек летит, наверное, как сказать, ну что испугает, а обычно какие-то какие-то, 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 это как раз плюс. Да, это плюс. То есть предполагалось, что казино это прикольно. А здесь... А вам прикольно? А здесь. Многим прикольно, скажем так. Это какой-то экстремальный вид спорта. Да, это и есть экстремальный вид спорта. То есть, типа, насколько я понимаю, вообще, типа, а вот это это казино, а в того казино тем, что парень видит карты и расстроен, и он проигрывает. Здесь важно, что это тот риск, это позитивный, а это пугает. Можно так вот показать, что это право пугает, а то право позитивный. Это для всех участников. Для всех не получится, хотя бы для массы. Ну да, например, я просто, что делаешь, что делаешь в ПРТС, показываете, независимо, наблюдательную картинку, и взрослых, и у нас воспользованы. Не отбираюте те, которые называют у большинства, а они у вас. Я думаю, что можно, например, обратиться на соседние факультеты и протестироваться, отобрать картинки, которые будут. Да, сам, примерно, например, может быть. Там, что самооценка реальной эмоции тоже не очень. Ну да, а тут мы просто потестим, будет классно. Ну да, мы, не сам, потому что, вы, а, а самих людей, вот, показать, и сказать, какие эмоции вы от них испытываете, это неправильно. Людям это не будет байк потом эксперименте. Скорее всего, нет. Конкретно им показывать и спрашивать действительно. Нет, я про использование нашего оборудования. Марин сказал, что оборудование не дают, а как его использовать непонятно, у нас нет проблем. А там, у нас тут на мусоре срезается? Да, у нас и вручать. А, я ее изъезу. Направление сил, знак и силу на подвечаем. Продолжают, коллеги, мы это делаем просто на коленке, мы просто показываем никаких, спрашивая. А у нас, люди были и занятия. Это другие люди были, не те, которые эксперименте участвовали. конечно. А теперь называют у вас эмоции, страх там, массор, не знаю. Никаких, да? Ну, скажу так, с вами успокойка, я не могу, я не могу сказать, что это было абсолютно значимое и корректно проведенное исследование, но в принципе просто, скажем так, если вопрос в том, что поспрашивать какие у людей вызывают эмоции эти картинки, то поспрашивать и спрашивать других. Дело, что это, наверное, не стоит воспринимать как серьезное переисследование, просто потому, что мы не проверяли непозначенности это все вы опираетесь стимулы, должны возникнуть реакцию, те, которые самые сильные, получают самые сильные оттенки у независимого аудитории. Да, назовем так, независимую аудиторию мы поспрашивали, но, скажем, нельзя это включать, было в качестве, скажем так, содержать эксперимент. Картинки взяли не совсем с потолка, то есть, вот, и плюс у нас еще был, знаете, какой дополнительный нюанс, который вроде как не то, что являлся частью этого эксперимента, но, поскольку это был курс наших студентов, у нас были результаты их, скажем так, выбора в воспроизведении парадокса Ралле и, соответственно, Канн-Манре-Тверски эксперимент, Канн-Манре-Тверски, посвященных принятию решения в условиях неопределенности. А, то есть, они отвечали уже на какие-то вопросы и по отношению к этому? Они, да, они отвечали не в рамках этого эксперимента, а в рамках обсуждения этих моделей, да, поэтому некоторые априорные данные о том, кто из них более склонен к риску у нас уже были. Это потом, кстати говоря, когда мы пытались построить модель объясняющих поведения, нам очень сильно помогло. Вот. Ну, эти эксперименты были вообще разнесены на несколько месяцев, поэтому... Ну, да. В отличие от недели, полный... что-то... Ну, когда я говорю, мы не планировали определения, скажем так, их, как рискофилов или рискофобов в рамках этого эксперимента экс-антэ, потому что, ну, у нас был курс, когда просто рассказывали о поведенческой экономике в общих словах, да, рассказывали какие-то базовые элементы, ну, и давали им поиграть, почувствовать себя, ну, понять, что это, собственно, за эксперименты были у наших предшественников. Полное, чистое воспроизведение вот серии из 12 экспериментов, часть из них это парадоксальная, часть это то, что было у Ганна Ванны Тверски в статье 79 угла. Соответственно, эти данные мы просто потом воспользовались, скажу честно. И вот, после показа фотографий был предложен выбор из тех же самых альтернатив, что и на первом подходе. Гипотезы, то есть, были такие, что позитивная реклама в пользу риска увеличит долю выбора более рисковой альтернативы. Это в первой группе. Во второй группе, соответственно, предполагалось, что реклама, которая вызывает негативные эмоции, связанная с, опять-таки, тем, что мы предполагали у них вызвать страх, сподвигнет к выбору относительно менее рисковой альтернативы. После этого был объявлен небольшой перерыв. Группы посидели, отдохнули, дали им попить водички и, собственно, возвратили каждого своего лаборатории. Ну, в принципе, это были две разных аудитории. Разумеется, группы не пересекались. Вот, первой группе отказали вместо рекламы текст в виде пословицы «Лучше сидеться в руках, чем журавль в небе». Второй группе наоборот, просто текстом «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Это после картинок или вместо картинок? Вместо. Ну, то есть, после и вместо. Картины там больше не было. Первая группа, которая показывает про риск, там вторая группа противоположная. Да, 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 да. Противоположная. То есть, две группы, первой показывают картинки, но половине хороших твоих прохе, да? Нет, нет, нет. Саша, всем показывают картинки, а потом сначала всем картинки, потом всем текст. И текст, наоборот, все идеи хорошие прохе? Нет. Группы, первой группы показывали сначала хорошие картинки, потом плохой текст, второй группе наоборот. А, отвечали они и между после или только после? Выбирали каждый раз. То есть после. Каждый раз, да? То есть, они, получается, два раза выбирают. Да, два раза. То есть, каждый подвергался, получается, четырех, каждый принял участие в четырех выборах. Первый чистый, второй с приманкой, третий, картинка, четвертый текст. И один тот же пример, да? И поменяешь ли ты? Ну, типа того, да. Какой бы образовательный подход? Первые два практически сразу же. Потом их сортировали и разделили на группы. Соответственно, это заняло минут 15. То есть, 15 минут между приманкой и картинкой. И потом, ну, примерно 15-20 минут тоже между картинкой и текстом. В течение одного дня? Да. Это был один день. Все это заняло где-то часа два-три. Вот так я уже точно не помню. Ну, там, скорее всего, многие же, просто, я сделал такой выбор, я его не меняю. Если бы сначала сразу показали картинки, такие же, любимые, какой-то другой. в общем, завиды и гавайи показываются, что вы думаете. Да. Вот, что получилось. Поскольку у нас там распределение, понятное дело, вообще не подходит никак под никакие стандартные нормальные, мы не параметрическими критериями проверяли. Взяли критерии МакНемера. Вот, что у нас получилось. То есть, это первый подход и второй подход и первый подход с третьим подходом, но в двух группах. Это по визуальному. Что мы по строке, что мы по столкцу. Один-два это вот вариант либо 90% Да. Или они так и пронумерованы собственно один-два были. А вы каждого человека отслеживали там? Да, то есть у нас этого три было, поэтому там результат поведения каждого присутствия был записан. Кто поменял, кто не поменял. Собственно, в этом и идея критерия МакНемера, потому что он позволяет для одного человека, он позволяет отслеживать, перемещения, кто как меняет воздействие. Изначально это как бы предполагалось, насколько я помню историю разработки критериев, он был придуман для того, чтобы проверять воздействие для лекарства на изменение состояния подобных или нет. Вот. И, соответственно, первый-четвертый. В принципе, третий-четвертый мы тоже проверяли, но... А, в смысле, что разным людям давали либо там первый или второй или... Да. И проверяли еще о логид-модели. Пытались строить логид-модель для выбора первый вариант или второй. В зависимости от набора объясняющих параметров. В которые мы включили следующее. в первых наличие приманки, во-вторых наличие рекламы за риск, рекламы против риска, а также тип рекламы, то есть визуальная за риск или, соответственно, визуальная против риска и... Точнее говоря, у нас было две модели. В одной мы просто брали за риск и против риска, в другой мы разделили на текстовую и, соответственно, визуальную. две у нас было потенциальных моделей для оценки этой регрессии. И вот наконец-то итоговая таблица, что у нас получилось. Где значима приманка, где значим визуал, где значим текст. Кое-что получилось значимо по-нормальному, кое-что получилось вообще ни разу не значимо, а где-то у нас получились пограничные результаты, потому что там P-Value у нас получилось 0,0,8. Если, скажем так, мы будем аккуратно себя вести, то мы можем назвать, что это незначимо. Если чуть-чуть снизим критерий, можно сказать, что это почти значимо. Соответственно, получалась вот в целом такая картина. вот и в принципе наверное на этом я поставлю точку и можно тут дискутировать. Можно еще раз повторить? Покажу, что он последний и все. значит эффект антирекламы то есть они вели себя не погасило. Вот так на задомке. Сколько всего наблюдений? 52. 52 человека все. Да. Это все выглядит сам житель, а не все как все 4. То есть там 4. Получается по 5 7. Да. Получается что у вас вылезает грубо говоря вылезает то, вылезает то, что в основном картинки работают, тексты не работают. Текст не мог убедить поменять решение когда это был противонаправленный текст, а иногда противонаправленный текст даже не то, что заставлял их менять решение и чуть больше их убеждал. Но текст был именно после картины? Да. То есть не было грубо говоря в начале текста? Не было и к сожалению постфактем я уже понял что нужно было сделать и так. Вопрос может быть в какую сторону сместили? То есть как бы у пакеров большинства есть вообще твердое свое мнение и оно вообще не меняется. Если меняется то один раз. Я скажу так тип вообще наиболее значимый из показателей был то есть вот этот цайд построенный на априорном их поведении приманки значимый а вот приманки и ночь эффекты где-то были где-то нет и вот это как раз и фамилика Приманка почти в одном случае не работает по одному критерию мы ее отвергли так а в вот собственно гуколе это Z1 и Z2 в одном больше объясняющих примерно в другом чуть меньше а в смысле что там контроль еще на что-то да где-то был контроль на тип а где-то только на содержание то есть сферма был на тип да и он значим когда приманка да в общем первых приманка лучше не использовать а почему в принципе значимость пять процентов в прошлый раз просто underpowered на самом деле разберем не значимый человек 52 человека да ну вот Павел вам радует что он неудачный что он у вас все делали одно и то же без смен порядка и в один другой день у вас помните очень хорошо что было до этого было поэтому очень вероятно что это не еще те и что я могу сказать только то что в этом году мы соответствующий эксперимент проведем ближе к декабрю и там то что все говорят будет скажем учтено и может быть можно будет это как-то считать работой на даши мы может чуть побольше в этом году может там человек 80 будет если если повезет по времени забыли до вполне по времени можно на какое примерно время недели а кстати а учитывалось что эти конкретные люди говорили первоначально за неделю до этого так контакт пропал все все сейчас на 4 этих же людей спрашивали что в итоге так 50 вот вопрос когда их просто спрашивали спустя неделю это постаралась тем что именно эти люди отвечали раньше или это не спрашивалось но у нас потом постфакт уже вся информация о том что они отвечали была сначала спрашивали 90 или назовите сколько будет эквивалент а потом проходит неделя выяснили что 55 5 и уже предлагаете этим же людям 90 процентов 1 и вот люди которые говорили что у меня больше чем 55 вот они здесь выбирали 90 а те кто меньше 55 или были такого сравнения мы не проводили но в смысле что эта информация у нас есть но она есть конечно то что ответить и есть кто как потом сяго против их рискофил и рискофоб мы определяли иначе на основании других экспериментов которые были внешне в отношении ухо скорее даже не рискофил рискофоб а степень рискофоб а степень рискофоб больше чем соотношение 55 или меньше нет мы использовали априорные данные по тому как они себя делали в ситуации неопределенности в других исследования пропорции есть данные но данные есть и можно наверное посмотреть как они связаны да это правда давайте я беру вот этот слайд подожду может быть кто-нибудь еще что-нибудь скажет спросит задаст а если нет то могу передать слово следующему спасибо 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 muchas gracias